Я вот сейчас одел бурку, а то одна девочка как-то пришивала нас в мероприятие, говорит, дедушка Боба, говорит, одел на себе ковер. Бурка – это неотъемлемый атрибут казачества. Мы сюда пришли из великой матушки России. Мои предки живут здесь с 1843 года. И казаки, и доистанцы перенимали друг друга быт, культуру. И многие все эти предметы казачьи, они перекочевывали из культуры угорских народов. Культура угорских, культура русского крестьянства обогатила культуру угорских народов. И вот вы знаете, сейчас буквально недавно погиб российский герой, лагец Нурма Амедов, которому присвоили звание Героя России, погиб во время спецоперации на Украине, Владимир Владимирович Путин. Владимир Владимирович Путин, он сказал так, говорит, я такосский, русский, у меня в роду все русские, Иван – это магия. Но когда касается подвига, то я доистанец, я лагец, я ингуш, я теченец, потому что братство и единство наших народов всегда было залом нашей победы. И вот я хотел сказать, что вы смотрели фильм «Американский мальчики», там не отвлекайтесь с вашими покемонами, с телефонами. Есть такой фильм «Спасти рядового райна», американский. И вот там превозносятся подвиги этих супергероев. Я с гордостью заявляю, что наш район, село Благодарное, 14 января 1943 года, освободили войны героической 110-й кавалерийской калмыцкой дивизии имени Будённого. И им мы сейчас отдаём дань памяти тем кавалеристам 110-й дивизии, которые формированы были дивизией в 1941 году, рубились на дону и доказал с немецкими оккупантами, с дивизией Великой Германии, что великой может быть только дружба народов нашей страны. Под командованием генерала Доватора наши земляки-благодарницы воевали в Грозном 1941 году. И главным оружием наших казаков была шашка, его незаменимое боевое оружие. Вот эта шашка, я вам показываю, посмотрите. Ну иди, подходи. Да, иди, возьми. Эта шашка найдена на местах боёв на Курской дуге. Подними выше её, она заслуживает его. Это не из какого-то там хосмага шашка. А это шашка боевого кавалериста, погибшего в бою. И именно ею врубили голову. А ну-ка, как тебя зовут? Молодец. А ну-ка, посмотри, скажи всем, что тут такое ты видишь на ручке. Посмотри, посмотри, вот это что, насечки видят на тебе, а? Посчитай, сколько их там? Вот, вот, вот. Да. Ну сколько? Десять он насчитал. На рубах, за рубах. Вот когда снайпер убивал фашиста, он делал насечку на прикладе. Когда лётчик сбивал самолёт, он рисовал, ему рисовали звёздочку. А что, для чего здесь десять насечек? Сколько фашистов загубила эта шашка? А десять вот этих, арийцев. Понял? Да, держи. И я хочу сказать, что 14 января 1942 года у нас Благодарнский район освободила 110-я кавалерийская дивизия. И у нас мы вот воссоздали буквально несколько лет назад знамя 110-й кавалерийской дивизии, которая, и это знамя 110-й кавалерийской дивизии, всегда у нас выносим мы, идёт во главе колонны бессмертного полка. Оно такое же легендарное знамя, как и то знамя, которое было над Рейхстаном. Это знамя освобождения. И в следующем году исполняется 80 лет за дня освобождения. И мы планируем пригласить представителей братского колоннского народа на это мероприятие. Поэтому сейчас посмотрите внимательно кадры, посвящённые воинам 110-й дивизии. Мне удалось найти дочь одного из офицеров этого полка. Она живёт в Днепре, в Днепропетровске, сейчас его зовут Днепр. И она передаёт привет благодарю. Мы говорим спасибо за то, что вы помните, не забывайте подвиг моего отца. Сейчас смотрим сюжет, посвящённый воинам 110-й кавалерийской калмыцкой дивизии. Субтитры сделал DimaTorzok